всем привет здорово форс на проводе сегодня такое короткое видео короче попал в дтп уже 31 июня блин июня 31 мая попала в дтп я не виновен с литовцем кстати представляете два литовца но там был украинец на лкв он не ехал виноват смотрите что случилось машины тут вот такая вот ситуация здесь дверь к вот здесь алю фельги литые диски поцарапанные даже этого не заметил для был в шоке чуть-чуть потому что удар такой был ну сам писатель не слегковой мужчины и и вот здесь зеркало тоже поцарапано чуть потом вот здесь еще царапины вот сейчас приехала ценчик куда в германии говорится да и он мне вообще рассказал ситуацию что лучше в такой ситуации нанять адвоката и чтобы адвокат этим всем занимался потому что у нас со страховкой напрямую этим занимаешься они страховки могут себе какой-то вопрос задать и ты не зная может неправильно ответить и сразу вот твоя сумма денежная падает вниз как мне он объяснил что здесь это будет все вытягиваться вот тут вот по машине да это вытягивается это вытягивается дверька на замену сейчас я завтра в понедельник пойду развал схождения сделать потому что может быть что и ось повредила потому что в колесо удар тоже пришел дверь на замену красится потом эта дверь с переходом эта дверь красится заменяется здесь эта пластмасска потому что она поцарапана сумма мне не сказал сколько это будет стоить ну я решил что я буду сам ремонтировать подешевле когда сам делаешь и просто посмотрим сколько это все получится ну а безопытности знаете когда ты не знаешь мне вообще позвонила эта фирма сказала что если у вас будет маленькая сумма вы мне пришлите электронную почту и мы вам заплатим я вообще в шоке как как это вот происходит это или люди хотят обмануть кого-то или что так что будьте ребята впитительны и доверяйте работу специалист ребята еще вот такая мысля пришла в голову смотрите в случае когда вот если совершается авария да и вы все равно находитесь ну неважно маленькая на в шоковом состоянии до вначале выдохните посидите успокойтесь не думайте ни о чем просто глубокий вдох и выдох и успокойтесь я когда был в таком даже в шоке даже не знал номер полиции представляете позвонить хотя авария небольшая да там никто не пострадал слава богу ну просто выдохнули поняли позвонили в полицию я я как говорится знаете маленькая авария не маленькая если у вас опыта в этом нету лучше позвоните вам будет для самого себя спокойно да сейчас например на другой раз если вот я уже буду опытную меня будет если авария конечно не хотелось бы этих аварий но если вот такая авария можно обойтись и без полиции можно просто сфотографировать даже протокол мы не заполнили ну не нужно не обязательно заполнять мы заполнили потому что как фура литовская была и там руководство литовской фирмы литовской фуры до фирма потребовала протокол заполнить так что вот так выдохнули не переживайте все с на горячку ничего не делайте потому что это сразу такая суета я говорю даже не заметил что у меня ну алюфельги литой диск по царапану да и может даже вмятина там есть в этих ну задних стойках так что вот так такой совет от дорог мороз все приятного просмотра я вот получил от страховки оценщика оценщик сегодня приехал я не мог снимать потому что он не хотел чтобы его снимал он оценил все посмотрел мне пришел на почту сколько это все будет стоить и как это все будет просили дальше это может длиться до трех месяцев он сказал так что будьте бдительны и работайте всегда специалист один вопрос еще сначала а кто будет платить за адвоката если ты сейчас ему позвонишь тебе надо платить вперед или нет за адвоката будет платить я как бы невиновен в этой ситуации так что будет платить страховка виновника все расходы будут покрывать покрывать расходы оценщика потому что у него свои расходы расходы адвоката и там где-то транспортные может расходы не знаю потом плюс там всякие вайзун гибер есть его такие расходы будут покрывать то есть тебе вперед ничего со своего кармана платить не надо вот 30 евро он сказал будет стоить вот этот вот замерить это примерно я от своего кармана заплачу но мне это считает и потом приведут эти деньги за этот ахстермерсинг называется по-немецки понятно так что вот так это все пришло первый опыт за десять лет в германии ни разу не было аварии и вообще в жизни у меня была авария только в забор въехал кому-то и но это знаете разошлись по-мирному и на грузовике по работе я вот въехал в фирму и закрылся шлагбаум но это тоже не по моей вине потому что датчик не сработал и шлагбаумом ворвался вот я такой опыт имел так что хороший водитель можно сказать есть вопросы нету больше вопросов но ребята подписывайтесь на канал я надеюсь что там кому-то будет полезная информация и все до скорых встреч до конца вроде пока бога